Объект, на котором мы находимся, экспериментальная кольцевая железная дорога в Щербинке. С 30-х годов здесь проводились испытания паровозов и тепловозов, а сейчас здесь тестируются все современные модели поездов. Аэроэкспрессы, стрижи, ласточки, сапсаны. Также традиционно здесь проходит железнодорожный салон техники и технологий продвижения Экспо. В смотре приняли участие представители 37 стран, которые поддерживают и развивают логистику с России. В первый день выставки объединенная вагонная компания и немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключили договор на поставку вагонов платформ сочлененного типа. Они предназначаются для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Примерная сумма сделки – 25 миллионов евро. Мы начали первый контракт с Deutsche Bahn год назад. На сегодняшний день мы подписали дополнительную опцию на 110 сочлененных платформ со съемными кузовами для Deutsche Bahn. На сегодняшний день сочлененные вагоны несут экономию как для грузоотправителей, так и для самих железных дорог. Научно-производственная корпорация ОВК получила статус поставщика немецкой Deutsche Bahn в прошлом году. Тогда стороны заключили первый контракт на поставку 160 платформ сочлененного типа. Таким образом, сейчас общий объем составил 270 единиц. У нас хорошо просчитана модель для сочлененного полувагона, который в первую очередь будут использовать угольщики. Если, например, составлять поезд из сочлененных полувагонов, обыкновенный поезд может везти 6300 тонн, а 9000 тонн везет сочлененный при той же длине. Один из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев парка грузовых вагонов в Казахстане, Тексол, приобрела у ОВК 400 вагонов цистерн сочлененного типа для перевозки сжиженного природного газа. Конструкция цистерн отличается грузоподъемностью 90 тонн, в два раза больше по сравнению с типовыми вагонами. Это первый подвижной состав на всей сети бывшего Советского Союза на пространстве 15-20, который имеет именно сочлененный тип, когда два вагона соединены специальным узлом сочленения. Такой подвижной состав имеет массу приоритетов. Вы видите, на вагонах написано, что уже больше 150 единиц на сети. Да, это действительно так. Эти вагоны показали свою эффективность. Когда большие расстояния перевозок, то очень существенную составляющую в конечной цене продукции имеет транспортный тариф. Эти вагоны позволяют оптимизировать его в некотором смысле, сэкономить эти издержки, и цена конечной продукции становится конкурентной на мировом рынке. Трансмаш Холдинг совместно с группой компаний Control2Go представили концепт маневрового гибридного локомотива. Здесь используется комплекс цифровых решений, интеллектуальная система управления гибридной силовой установкой и предиктивная аналитика, компьютерное зрение и модульная конструкция. Одна из премьер железнодорожного салона – концепт двухосного маневрового гибридного локомотива, разработка компании Control2Go. Он сочетает в себе конструкции различных источников энергии – дизель-генератора и тягового накопителя энергии на литий-ионных аккумуляторах. М5Х – это гибридная машина, но ее уникальность не в том, что она гибридная. Такие машины, в принципе, уже делали. Ее уникальность – в той совокупности систем, которые нам за последний год удалось интегрировать в этом уже работающем прототипе, который скоро пойдет в серию. В локомотиве в двух бортовых системах использованы технологии на основе искусственного интеллекта. Одна из них – система дистанционного управления на основе компьютерного зрения, которая предусматривает три уровня автоматизации – предотвращение столкновений, дистанционное или полностью автоматическое управление составом. Вторая технология – система предиктивной аналитики, которая контролирует техническое состояние ключевых узлов машины. Мы легко можем снять, например, дизельную установку отсюда, как модуль, и поставить вместо нее аналогичный по габаритам батареечный модуль, аккумуляторный модуль. Это будет полностью аккумуляторный локомотив. Точно так же мы легко можем снять две этих аккумуляторные батареи, поставить туда два дизеля, и он будет полностью обычным тепловозом с двумя дизельно-генераторными установками. Вот эта модульность, легкость съема, легкость постановки – это уникальная вещь, очень важная, в первую очередь, для коэффициента готовности машины к эксплуатации. Гибридная технология позволит сократить расход топлива до 30%, снизит вредные выбросы в атмосферу и оптимизирует расход на обслуживание парка. Концепт гибридной разработки Control2Go в дальнейшем ляжет в основу целого семейства новых локомотивов. Субтитры создавал DimaTorzok